Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я, Димон22к. И в сегодняшнем ролике я буду выполнять задания от подписчиков. Задание я выбирал в своем телеграм канале, ссылка на него будет в описании. И перед началом поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а мы погнали. Первое задание это проехать гонки ни разу не врезавшись в забор. Первое задание будет сложноватое. Да и тем более я взял еще и машину. Ладно, надеюсь я смогу выполнить это задание. И кстати видео я немного ускорил, чтобы вам не было так скучно смотреть. Пока все идет по плану. Надеюсь, что я никуда не врежусь. Страшно как-то. Блин, я почти проехал три круга, но врезался. Да еще и возле финиша. Ладно, это задание провалил, переходим к следующему. Второе задание это сделать дом с закрытыми глазами. Но тут мне кажется, что ничего сложного не должно быть. Давайте быстрее начнем строить. Мне кажется нужно сначала сделать пол. Пол. Надеюсь я поставил пол. Мне кажется дом не должен быть большим, так что сделаем дом коробку. Ну или же просто попытаемся его сделать. Надеюсь, что я опять поставил пол, потому что я не знаю, что я там ставлю. Ха, мне уже интересно видеть, что я там построил. Теперь я думаю, что нужно поставить пол. Мне кажется у меня там все очень криво. Так что я думаю, что нужно попытаться выровнять. И кстати, оцените потом мой дом в комментариях от 1 до 10. Вообще я уверен, что там будет какой-то шедевр. Я вообще строитель и дизайнер. Всегда делаю только вот такие вот дома. Так что я уверен на все 100%, что я сделал там идеальный дом. Да, потом окажется, что там какая-то мусорка построена. Мне кажется пол и стену я уже точно построил. Думаю еще пару предметов можно поставить и можно смотреть. Ну как бы я считаю, что это шедевр. Не знаю, как тут можно не согласиться. Ну все, дом с закрытыми глазами я построил. Переходим к следующему заданию. Третье задание от подписчика это найти своего фейка. Мне кажется это будет сложно сделать. Так как у меня вообще очень мало фейков. На первом сервере, как вы видите, я никого не нашел. Так что погнали искать дальше. Мне кажется, что еще нужно будет поискать на других регионах. И нужно будет искать не только на русском языке, но и на английском. Конечно, маловероятно, что я найду своего фейка. Но пока что не будем сдаваться раньше времени. В общем, я обошел еще очень много серверов. И никого не нашел. Это, конечно же, я обрезал. Потому что я не думаю, что вам было бы интересно смотреть на это. Но зато я нашел одного фейка Журы и одного фейка Дэна. Получается это задание я провалил. Переходим к следующему. Третье задание это. Пройти элит-скват одному, не используя бэтмобили и оружие. Я ненавижу этот режим. Обожаю этот режим. Просто самый лучший. Вообще самый легкий. Обожаю. Просто люблю. Так еще и одному вообще никакие нубики тебе мешать не будут. Вообще. Просто из-за задания. Зачем мне его вообще дали? Просто самое легкое. Вот если бы мне сказали пройти элит-скват за 3 секунды. Вот это я понимаю сложно. А это вообще изи. Ну вот как вы могли заметить, я уже забрал целых 4 документа. Пока что еще легко. А вот тогда, когда будет очень много мовов, вот тогда будет капец. Да еще и плюс, у них очень большая дальность урона. Помню, когда вообще только вышел элит-скват, я зашел в первую же катку и пришел его один. Но просто на тот момент я думал, что это был одиночный режим. И что его нужно проходить одному. А потом, когда зашел второй раз, увидел, что туда заходят люди. И понял, что это не одиночный режим. После того, как я зашел во вторую катку, мне дали бан. Шутка. В Чикингане же не могут никого забанить. И кстати, сейчас я соберу уже 10-й чемоданчик. И останется всего 12. Между прочим, если хотите вторую часть задания от подписчиков, то набираем 1500 лайков. И я сразу же начинаю снимать вторую часть. И кстати, если хотите, чтобы ваше задание попало в мой ролик, то переходите в мой телеграм-канал. Там я буду их выбирать. Ссылка на мой телеграм-канал будет в описании. А пока я с вами тут говорил, я уже собрал целых 4 чемоданчика. Конечно, умер 10 раз еще. Ну да ладно. В элит-сквате прикольно то, что тут очень большие награды. По факту тебе дают просто 10 или 15 уровней и 250 монет. В каких-то других режимах ты бы это аппал намного дольше. А в элит-сквате ты можешь накопить на лазерную винтовку примерно за 10 ката. Как по мне, это очень выгодно и прикольно. А если играть со своими друзьями, то даже очень интересно. Было бы прикольно, если бы разработчик делал побольше таких режимов. Кстати, те, кто ждут обнову, ставьте лайк. Лично я ее жду уже с нетерпением. Очень хочется увидеть обнову в чекинган. Потому что ее уже очень-очень-очень давно не было. Было бы прикольно увидеть что-то необычное и новое в чекингане. Будем надеяться, что обнова скоро выйдет. И кстати, я уже собрал целых 19 чемоданчиков. Наконец-то я проду этот элит-скват, я уже, если честно, немного устал. Вы бы видели, сколько раз я умер, это капец просто. Я только успеваю добежать до этих документов, а они меня уже сразу убивают. Одному проходить оказалось не так уж и легко. Я думал, что будет намного легче. Был бы у меня бэтмобиль, я бы на изи прошел. А так, осталось бы собирать еще два документа и потом бежать к вертолету. Больше всего я не люблю, когда последний документ лежит очень далеко и потом сложно добежать до вертолета. Побыстрее бы пройти этот элит-скват. Хорошо, что тут нету мобов, которые умеют летать. А если бы они тут были, то было бы в два раза сложнее проходить элит-скват. Вот вы представьте, вы стоите на заборе и вас убивает какой-то летучий моб. В такие моменты я очень рад, что в Чикенгане нету таких мобов. И кстати, пока я с вами тут говорил, я уже почти пришел элит-скват. Осталось только добежать до вертолета и сесть в него. А здесь я сделал большую ошибку, когда зашел в эти контейнеры. И в итоге заспаунился рядом с этими контейнерами, но успел убежать от монстров. Хотя бы это меня радует. После этого момента я вообще никогда не буду проходить элит-скват сам. На самом деле это реально очень скучно и очень долго. Но в итоге я все равно добежал до вертолета. Наконец-то. Я очень рад этому. Ну а теперь пора улетать отсюда. Ну а вот и мой ролик подошел к концу. Надеюсь, вы меня поддержите лайком и подпиской. Я очень старался над этим роликом. Ну а на этом мой ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok